Как рухнут цены на жилье в России? Драма и прогноз в трех действиях. В сегодняшнем выпуске. Скачок спроса после самоизоляции. У людей больше нет денег. Поможет ли льготная ипотека под рекордно низкой ставки 6,5% годовых. Надолго ли все это? И подешевлеет ли аренда жилья? Давайте вместе детально разберем текущую ситуацию на рынке и в краткосрочной перспективе. Коронавирус и самоизоляция порушили планы многих. Кто хотел этой весной купить себе жилье? Падение спроса в связи с ограничениями, а в некоторых регионах и остановка работы стройкомпаний. Эксперты оценивают примерно в 70%. А в городах с наиболее жестким режимом самоизоляции осталось 10-15% от обычного количества сделок. Это те продвинутые покупатели, которые были готовы обзаводиться будущим жильем в режиме онлайн. Что будет, когда все ограничения снимут? А главное, как после всех этих напастей изменятся цены на жилье? Давайте вместе разбираться. Действие 1. Скачок спроса после самоизоляции. Сразу после того, как по городам разрешат свободно передвигаться, почти все специалисты ожидают оживления на рынке недвижимости. И, возможно, даже некоторого роста цен. На рынок вернутся те, кто планировал купить квартиру в предыдущие два месяца. Но не смогли этого сделать из-за ограничительных мер. Сколько таких людей будет? Сказать сложно. Из-за резкого ухудшения ситуации в экономике далеко не все станут придерживаться прежних планов. С другой стороны, в первой неделе после выхода из самоизоляции на рост числа сделок может повлиять ипотека под 6,5%. В итоге нельзя исключить ажиотажа. Необычного для летних месяцев. Впрочем, это ненадолго. Отложенного спроса хватит на месяц максимум 2. Действие второе. А больше денег нет. Насчет дальнейших событий примерно к будущей осени ожидается уже заметное падение доходов населения и спроса. А вот насколько крутым в связи с этим может оказаться падение цен на недвижимость, здесь мнения очень сильно расходятся. Самый пестимистический прогноз для продавцов жилья звучит так. Ожидается уже с конца лета падение цен на 10-20%. Это в Москве. В регионах где-то 15-20%. Более мягкий вариант прогноза в большей степени подешевее вторичное жилье. На него льготная ипотека под 6,5% не распространяется. И новые жилые комплексы бизнес-класса. Тут возможно минус 10-15%. Но не сразу, а где-то ближе к концу года. Оптимистические прогнозы касаются преимущественно рынка массовых новостроек. Но и высказывают их исключительно представители застройщиков. То есть люди заинтересованные. Цены скорее всего останутся на прежнем уровне. В период самоизоляции застройщики оказались в непростой ситуации. Потеряли большую часть выручки. Но при этом продолжали выплачивать проценты по кредитам, налоге и так далее. Это не позволит снизить цены. Но и повышать их нельзя. Покупательная способность населения сократилась. Поможет ли льготная ипотека под рекорд на низкой ставке 6,5% годовых? Слишком сильно незастройщики, независимые эксперты на нее не рассчитывают. По ценкам уверенность в том, что у них останется работа и доходы, позволяющие платить по ипотеке хоть по какой ставке. Сейчас есть примерно у 10-20% от тех, кто до пандемии в принципе мог взять ипотеку. Как тогда может получиться не снижать цен? Некоторые застройщики в связи с сложившейся ситуацией просто не начинают новые проекты. Так они могут регулировать предложения. То есть вместо того, чтобы уменьшить ценники, застройщики просто будут меньше строить. Так проще распродать уже построенные объекты. Но некоторые используют и более приятные для покупателей хитрости. В виде возможных акций, удобных условий, рассрочки или еще более льготной ипотеки под конкретный жилой комплекс. А покупателю-то что? Будет это называться неприятным словосочетанием – падение рынка. Или приятным – акция от застройщика, лишь бы жилье было доступнее. Помимо пессимистического и оптимистического прогнозов, полагается иметь и, так сказать, среднестатистический. Платежеспособный спрос существенно упадет. И даже ипотека с низкими ставками в полной мере его не восстановит. Но катастрофического резкого снижения цен не будет. Будет в среднем по рынку 1,5-2% в месяц. В некоторые месяцы возможно больше – примерно 70-80%. Всех сделок. Фактический обмен. То есть, чтобы продать свою квартиру, я должен купить другую, где собираюсь жить. И я не смогу снизить цену на свою квартиру, если она не снизилась на ту, которую я хочу купить. Рынок недвижимости, в принципе, консервативен. А такая особенность нашего рынка тем более не позволяет ему быстро реагировать на изменения экономической ситуации в стране. Действие третье. Надолго ли все это? Тут тоже предполагаются разные возможные сценарии. При оптимистическом сценарии рубль стабилизируется, новой волны коронавируса не будет. Рынок жилья может вернуться к докризисным показателям к концу этого года и началу следующего. Скорее всего, кризис на рынке недвижимости затянется года на три. Это менее утешительный прогноз. А подешлеет ли аренда жилья? Может быть снижение на 10-15%. Но не сразу. Квартиры в основном сдают обычные люди, которые не очень понимают, что происходит и будет происходить на рынке недвижимости. Они будут корректировать арендную плату постепенно. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok